Я думаю, что каждый из присутствующих очень много мы сейчас создал за то, чтобы иметь возможность отняться лёжно и сказать, как мы его любим. Каждый из нас. И иногда мы так хочем это сделать, но, как говорится, уже поздно. И это хорошее послание для нас, что сегодня нужно увидеть хороший день. Сегодня нужно обнимать друг друга, говорить, что мы любим друг друга. Сегодня, пока жизнь проявляется, пока мы ещё вместе, Бог даёт нам возможность выражать всё самое лучшее друг к другу. Прощать старые обиды, помогать, принимать друг друга такими, какие мы есть. Поэтому это очень хорошее время. Ещё раз переоценить свою жизнь, переоценить свои отношения с родственниками, с близкими. Насколько мы дорожим ими. Неужели нужна только смерть близкого, чтобы мы начали его любить по настоящему наследию? Я в своё время часто был для Серёжи, может, иногда даже строгим наставником, но так редко говорил ему, какой он классный друг. Редко его правил. У нас были хорошие отношения, мы дружили много лет. В книге Откровения, 14 глава, 13 стих, написано, «Отныне блаженны мёртвые, умирающие Господи. Ей, говори, Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за Ним». Я хочу заметить, это несколько слов. Дела их идут вслед за Ним. Те, кто хоть множко соприкасался с Серёжей, где могут подтвердить, что он оставил очень глубокий след, как отзывчивый, добрый, всегда открытый для помощи человек. Даже и посторонним людям, даже тем, которые не принесли, не принесли к нему, он всегда слышал помощь. Всегда. И другой проект, и другое дело в церкви. Или даже просто, часто, в жизни почти никогда непонятно без него. Если он где-то мог быть, обязательно там будет, и ущерб себе. Я даже помню, что я его ругал, я уже говорю, «Серёга, отключай телефон после ночной смены, чтобы ты мог поспать». А он говорит, «Я никогда не отключаю телефон, вдруг я буду кому-то помочь». «Вдруг мне куда-то позволит, можно куда-то поехать». И он никогда не отключал, что он всегда готов помочь. Говори, друзья, тела Серёжи пошли вслед за ним. И мне сегодня сказать, что здесь не нужно напрягаться, вспомнить что-то хорошее о Нём. Потому что его жизнь была из полного доброго дела. Он всегда старался быть первым, кто будет участвовать в каком-то добром деле. И сегодня вопрос каждому узнается. А какой свет оставите вы? Когда жизнь закончится? Какой свет останется после вас? Какие дела идут в свет с вами? Какие дела? Может, дела, которые стыдно вспомнят? Может, такие дела, что просто один позор, одно жилобство, одна злоба. Вы узнаете, что сегодня время проверяет себя. Когда наша жизнь прервётся, не будет иметь значение, сколько вы смогли собрать на этой земле. Одно будет иметь значение. Сколько вы смогли отдать в эту жизнь? Как вы спешили отдавать? Насколько вы спешили быть открытыми, чтобы как можно больше оставить после себя хорошего. И внести в вечность доброе. Написано в Библии, что доброе имя лучше большого, богатства. Правда? Если бы он был очень богатый человек, но не оставался после себя доброго, мне нечего было бы вспомнить. И вам тоже. Правда? Но мы вспоминаем здесь, Серёжа. И по многому мы хотим брать пример. Он действительно был добродетельным человеком. Конечно, кто-то может сказать, я ещё немножко заработал людей на стороне на ноги. Потом начну жертвовать и помогать, и быть открытым и отзывчивым. Дорогие друзья, как мы видим, жизнь очень хрупкая и очень хрупкая. Очень. И мы не знаем, когда предстанем пред Господом. Поэтому сегодня время делать и говорить доброе. Послание Галатом, написанное в 6 главе 10 стихом. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Пожалуйста, возьмите для себя такую установку в жизни. Делать добро всем. Пока мы живы, у нас есть время. Я хочу сказать, что то, что произошло с Серёжей, или с Серёжей мы знаем, с двумя парнями, друзьями нашими, оно произвело очень глубокие перемены в жизни от многих людей. И многие люди примирились, многие люди задумывались о том, что нужно меняться, нужно очищать свою жизнь от всякого хлама греховного, многие начали гаяться, пересматривать себя. Это очень хороший блок. И мы видим, что Бог происходит через эти трудные обстоятельства, доброе. Он через эти обстоятельства сказал нам больше, чем можно сказать хороших добровей. Он сказал нам так, но. Настолько безразлично останешься ты, слыша это, это два и три с нас. Я хочу сказать по поводу родителей из Серёжи, из Александровича, из Тани. Я хочу сказать, что Бог дал мне такую честь быть с ними эту неделю. Мы были вместе. И за всю эту неделю, из-за этой огромной воли, я не слышал ни слова робота. Я не слышал, вам, без Бога, никаких упрёков, никаких удобных вопросов. Я не слышал, что они как-то возмущались. Я не слышал. Я могу сказать, что так пройти это море может только человек, глубоко, знающий мозг. Только тот, кто укрепил свои отношения с Богом, тот, кто работает над этим, который может так доверить Богу. Я не говорю, что нету скорбь, скорбь есть, и это больно. Но нужно пройти с Божьей помощью. Сегодня время проверить себя. Как мы переносим наши маленькие трудности. Сколько робота срывается с наших уст, когда нам тяжело, немножко, мы потеряем что-то. Вспомните, пожалуйста, и его, и других людей, и наших дорогих родителей Серёжи, которые смогли пройти. Может, и мы сможем пройти наши воли. С Божьей помощью. Мы, конечно, будем дальше, мы орицей за ним. Знакомы ли вы с Господом так, чтобы доверить Ему в свою жизнь? Знаете ли вы Бога так, чтобы Он был вашей личной утешкой? Или Бог для вас просто какой-то неземной объект, которому иногда можно поставить свечу и что-то перекреститься? Дорогие друзья, проверьте себя, кто такой для вас наш Творец и Создатель? Кто Он для вас есть? Апостол Павел в послании филипийцам говорит, что умереть и быть со Христом это несравненно лучше, чем жить на этой земле. Я думаю, Павел достаточно критер, чтобы доверять его словам. Блинными словами он говорит, что если бы представить себе самый лучший сюжет Серёжной жизни, чтобы у него была жена красавица, детки никогда не болели, у него были бы там финансы, транспорт, жильё, работа, но всё, чем может человек мечтать самое-самое лучшее. Павел говорит, даже если бы так всё было, то, что он имеет сейчас, не просто намного лучше, а несравненно лучше. Нельзя сравнить. Нет материала для сравнения. Потому что то, что он получил там, находясь за Господом, это прекрасно. Это прекрасно. Поэтому мы утешаемся этими словами, дорогие друзья. У меня вопрос, почему же мы тогда скорбим? Почему мы скорбим, если мы лучше? Почему оно так тяжко, если мы понимаем, что ему хорошо? Дорогие друзья, потому что мы скорбим о себе. Мы скорбим о себе. Кто нам поможет? Кто с нами поедет на рыбалку? Кто с нами будет отдыхать? Кто с нами поможет что-то сделать целью? Мы думаем, каждый примерно так. И нам плохо. Не потому, что ему плохо, ему хорошо. Мы верующие люди. Писание об этом ясно говорит, что мы не должны скорбить, как прочие не имеющие надежды. Да, люди не имеющие надежды, они скорбят, и им очень плохо. Но мы знаем, что он, что он спасен. И потому, что каждый победил в Существа Христа, как Спаситель. Давил ему свою жизнь. Покрался в грехах. Оставил их. Дорогие друзья, что сделали вы, для того, чтобы имелиться с Богом? Что сделали вы, для того, чтобы Он мог принять вас, свои объятия, когда им пришли закончиться? Сколько греха в жизни? Сколько всего темного и мрачного? И Бог сегодня говорит, исключится ваше сердце, чтобы вы подумали и приняли решение служить Господу. Он сегодня все уже смотрит на нас с неба. И говорит, не плачьте, дорогие друзья, не плачьте вы мне, мама, папа, бабушка, дядя, не плачьте вы мне. Мне хорошо. Дорогие друзья, мы все стремимся туда и все хотим быть вечности в Господу. И когда человек туда попадает, мы по плоти скорбим, но веруем, вслед за то, что, которое воскрешает Него, верующие в Него, мы можем иметь надежду и утешение. Поэтому, пусть Бог поможет нам, пусть Бог вам стоит. И тут написано, не хочу же оставить вас, братья неверения, не обумерши, как бы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Я почерпнул себя, как прочие, не имеющие надежды. И в моем сердце, в моем воспоминании этот брат, который, ну, особенно для меня, потрудился, для того, чтобы кто-то, еще кто-то, не верующий, имел эту надежду. Принял Иисуса Христа. Знаете, как, я смотрел на этот труд Его, как много этой литературы, которую он сам таскал, таскал этот балкон, с балкона машину, после служения не отдыхай. Он много, много сел, объехал с молодежью, разнося эту, эту весть, эту Ивангелью людям, чтобы еще кто-то имел эту надежду, чтобы еще кто-то, хотя бы один, принял Христа, имел жизнь вечную. Он в этом особо подвыкнулся. Для меня, я почерпнул для себя, чтобы имели надежду, не только встречи с Ним или с нашими родными, но жить вечно. Пусть Исполь нас стабильно область и Аминь. Сегодня наш брат Сергей в вечности и ту обитель, которую приготовил для него Господь, он заслужил. И мы посмотрим видео, где он живет. Пусть он таким живым останется для нас. 12 минут, может, удобно сесть и мы посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон